И когда я узнала, что это все тут, я, прежде всего, жадно смотрела программу, где они, хотя я его и здесь видела, у них, ну, где Ахматово, и перед, без конца показано, и можно купить его на дисках и так далее. Ну, потому что характер самого героя, дрозда такая, я знаменитый актер знала, я не помню фамилию, он очень похож где-то и на мой, и на моих знакомых, которые мы близки, ну, и вдруг я вижу, что него нету, как можно провести кинофестиваль «Люблинский фильм» без «Иссияния». Вообще, как он живет, он не знает сейчас Парижа, хорошо живет в Париже, часто бывает в Москве и в Брюсси. А он не собирался туда приехать, нет? Нет. Вы знаете, по-моему, он даже не очень стремится, честно говоря, сюда приезжать, если вы за ним следите, да. Да, у него такие позиции. Знаете, если вы следите за тем, что было, то в городе было не один раз именно фестиваль фильмов «Иссияния». На моей памяти было два «Дом и кино». Это отдельная тематика, вообще «Иссияния» — это отдельная, вообще. Поэтому тут-то как раз больше… Мы… Да. На грузинскую культуру, фольклору и все эти дела, но у нас чуть-чуть… Понимаете, грузинский кинематограф… Петь пойдет любой грузин. После этого года. Кинематограф настолько разнообразен, что уместить в рамки фестиваля всех… Особенно от Аравии. Да, то есть, и, в общем-то, и Георгий Данелья, понимаете, и так далее. То есть, очень много всего, поэтому не обессудьте. Ну, а как получится фестиваль, мы посмотрим. Может быть, в дальнейшем нам удастся, но это уже будет узко тематически. Я хотела сказать о вашем фестивале. Самый любимый, наверное, по сравнению с русскими фильмами, с советскими, это мой самый любимый в мире фильм. Спасибо. 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 Спасибо за прекрасную идею. И хотелось бы узнать, кому вообще пришла идея этого фестиваля. Первому, кто придумал название, будет ли фестиваль проводиться, этот фестиваль, именно этот фестиваль проводиться в других городах России, и будет ли альтернативный фестиваль российской культуры в Грузии. И, насколько я понимаю, что этот фестиваль, наверное, первая ласточка возрождения, ренессанса российско-грузинских отношений. Большое спасибо. И как сейчас плодное слово, перезагрузка. Название придумал Георгий. Ну, идея, ну, скажем так, это, конечно, коллективная, но вот если уж так вот мы будем по-буклоедски, значит, подходить, то это отсутствующая здесь Тамара Робертовна Чумбадзе, она сейчас вопросами занимается, неотложными, и Евгения. А еще какие вопросы? Продолжаться, это в других городах. Ну, в Москве же было. Да, у нас, да, понимаете, тут моменты, которые мы не можем озвучивать, пока мы не проведем успешно этот фестиваль. Конечно, идея есть, есть крупные города в России, которые, ну, скажем, лишены, да, таких фестивалей. И, опять же, возвращаясь к теме про Иосия Ляне, у нашей концепции была все-таки многокультурность, и у нас это не фестиваль кино, поэтому, естественно, может быть, всех киноманов и любителей Грузии мы удовлетворить не сможем, но я думаю, как начальный шаг, и я думаю, все согласны, что, в общем-то, ну, оправданно, и начнем дальше по городам, может. Да, и еще был вопрос. Вот ваша же команда не собирается организовать фестиваль подобный, но уже всем российской культурной, хорошим фестивалем Грузии? Да, у нас есть уже на основе этого мостик, и, во-первых, у нас уже идут наработки, Евгения, в частности, она творческая лаборатория мультиарт, она работает в жанре живых полотен, и у нас есть идея организовать тему живых полотен непосредственно в Грузии на съемках Грузии, да, это серьезный такой проект. И, кроме того, вы знаете, самое важное, это сообщество творческое и специалистов, и людей, которые любят Грузию, когда все вместе собирается, вот, литератоведы, искусствоведы. Здесь присутствует не вся команда. Есть основатель, например, интернет-ресурса, шедевры, да, Элизбар, шедевры грузинской живописи и так далее. Очень много людей, мы знаем, из Москвы приедут специально, чтобы посетить этот фестиваль. И вот, когда эта команда начинает работать, конечно, рождается идея. И вот в этом симбиозе, я думаю, конечно, в Грузию мы перенесем. Может быть, в другой форме, но это будет. Это будет. Спасибо. Хотел бы спросить Бориса Балтионовича, вот вы сказали о том, что было раньше землячество, теперь автономия. Землячество – это что-то как бы братство, автономия, это мы вот сами по себе. Откуда руководила эта идея переименоваться, во-первых? Во-вторых, второй вопрос, значит, школы, в которой вот сейчас в грузинске-иноградском переулке, это то, что было вместо польской школы, что ли? Не-не-не, польская школа есть, в рядах, там, да, конечно. И вы сказали, там преподается история, история чего? Грузии, в трактовке грузинской или российской. Конечно, грузинской, только грузинской, да. Я здесь, история, история грузинская может быть. То есть история грузинская рассказывает о том, что Россия такая-сякая, захватывала, и, так сказать, и музей оккупации в Тбилиси, которая существует и так далее, эту тему развивать. Нет, знаете, очень жаль, что вы опоздали. Мы как раз говорим о тех добрых временах, хороших, когда мы живем. И как раз вот этот фестиваль является как раз началом того, чтобы мы вспомнили то хорошее и уже дальше поколению передали, что мы в первую очередь соседи, в первую очередь братские народы и в первую очередь христиане. И как раз мы хотим это продолжить, понимаете. А что касается грузинской школы, то она была, как я сказал, что она была организована именно для беженцев, в первую очередь, когда дети, родители приехали, а с ними дети, которые 3-4-5 лет, и она так действенно просуществовала. То благодаря комитету по образованию у нас всегда была проблема, что надо было давать, если она была чисто грузинская давать, из Грузии мы привозили комиссию, которая давала аттестаты грузинские. И эти дети уже тут поступать не так могли, что-то, и мы как раз при помощи комитета, как раз эта наша школа влилась в 122-й, хочу сказать спасибо, как раз преподавательству основного 122-й, и директору тогда Людмилу Ивановну, которая как раз очень подобно у нас приняла наших детей, наших педагогов, и эти, там может сейчас не столько, не такой большой кандидат уже грузинам детей, но те дети, которые остались в Грузии, им факультет не надо, дают грузинскую язык, литературу и смирность, и конечно грузинскую историю, чтобы они знали откуда, с какой стороны, они родились тут, выросли, они граждане России, но они же должны знать свои корни, и никакой политики там, что кто-то, кого-то, чего-то, у нас нет политики, у нас наоборот есть хорошее отношение. Учебник истории откуда? Учебник истории, да, учебник истории российский. Российский, да. Значит, я продолжаю вот ваш вопрос, вы знаете, кроме этой школы, где изучают факультет активно, есть у нас воскресенье школы, там занимается около 50 человек, 50 детей, со всего района, на базе библиотеки Лермонтова, филиал, который находится на Гороховой, 51, там изучают. Теперь по поводу регистрации и телерегистрации, автономии и землячества. Вы знаете, изначально я говорил здесь, когда нам разрешили регистрироваться, не только на, там были, значит, пять организаций, которые завели, зарегистрироваться, оформить юридическую форму. Это были, значит, украинцы, казахи, грузины, евреи и белорусы. Ну, ими подали документы, организовали. Но в то время было не землячество, а было культурно-просветительное организации. Когда форма, в принципе, Россия приняла другую форму регистрации общественных организаций, по старту, чтобы повысить, мы организовали Санкт-Петербургское и Грузинское землячий юрид. Вот так оно называлось в 92-м году, перерегистрировалось. То есть те же люди, те же все, но форма изменилась, не полегистрировалась. Дальше, то, что касается автономии, значит, в 2005-2003 году приняла Российская Федерация закон о том, что общественные объединения и организации могут существовать как в виде автономии. Автономия немножко по статусу ближе, чем землячество, как бы в таком-то, да, и там заложено было в этом указе президента, также финансировали мероприятия, которые, естественно, читаются объединяющими всех национальностей. И, естественно, мы тоже, как все, ну не все, правда, 13 организаций, которые были перерегистрированы как грузинское национальное культуру автономии. И мы сегодня существуем в рамках вот этого закона и действуем. Это не значит, что мы отдельно где-то там, нет. Так же, как было в 6-м организациях, остается статус общественного, но объединяем так же всех землячества. Мы живем с законом Российской Федерации. Естественно, это так. Это такой закон. Нет юридической формы землячества. Для нас, да, для обогователей может землячество как-то вот... Это не автономия. Автономию обозвали так, но это та же, та же землячество, в принципе, корни, идея и как в виде деятельности это автономия. То есть землячество. Объединение всех, кто желает. У нас, например, членов где-то около 150 человек. Но в грузине здесь живут около 40 тысяч человек. Но когда мы проводим мероприятия, вовшую вот такое количество пригласяем, все приходят. Но они не являются членами, допустим, землячества, но он разделяет наше хорошее доброе дело. Ответил вам? Спасибо. Без политики, конечно. Да, политиками не занимаемся, хотя несколько раз как бы старались нас затянуть туда. Вы помните 2006 год, помните 2008 год, да? Но мы как бы вот в Санкт-Петербурге, наши не больше теплые отношения с администрацией не так преследовали нашего соотечественника, как Москва. Потому что у нас очень теплый город. Нет, ну за тело, потому что давайте сожжимаем. Скажите, пожалуйста, кто приедет, если нет, договоритесь? Да. У нас будет продюсер, креативный продюсер «Кукурузного острова» будет. Ливан Тутберидзе, он хотел присутствовать, но, к сожалению, у него сейчас идут фестивали, и в конкурсе он может вырваться. А потом у нас... Сейчас, я думала. А у нас будет автор «Будильника короткого метра». Возможно, приедет Катя Черная. Это короткий метр, анимационный мультик, уникальный совершенно. Эта девочка сделала в 13 лет, представляете, мультик о переводе Пастернака «Синий цвет». Синий цвет. Потрясающе совершенно. А кто это еще? Ну, достаточно. Потом трудно. Трудность из приезда. У нас еще, если можно, на эту тему, у нас будет два обсуждения после «Кукурузного острова» и после «Мальбы» с участием кинокритиков современного грузинского кино и творчества «Буланс». Поэтому для киноманов, кинолюбителей, которые углубленно хотят что-то обсудить, будет там программа. Можно я еще скажу, что сейчас очень большие сложности для того, чтобы пригласить кого-то из Грузии, чтобы они приехали сюда. Просто мы уперлись в это и мы потратили очень много и времени, и сил для того, чтобы получить визы определенным коллективом. И не всем дали, к сожалению. Можно я тут? Два слова в связи с этим. И вот для господина, который, значит, интересуется, чтобы... Вот. Я не могу не трогать. Я хочу сказать, что, да, вот эта проблема вызова суда грузинских коллег, мы с этим столкнулись, тоже у нас недавно был фестиваль, посвященный 125-летию Борису Пастернаку и 120-летию Тициана Добидзе в Москве и в Петербурге, в музее Ана Ахматовой. И мы столкнулись с колоссальными трудностями, потому что мы смогли вызвать сюда наших коллег. Такие же трудности возникают, когда мы пытаемся сюда привезти грузинских детей именно для того, чтобы пропагандировать русскую культуру, для того, чтобы не терять эти связи. Это все невероятно трудно. Так что, видимо, вот еще... Это героприотические какие-то приколы, да? Нет, простите, у нас нет... У Грузии, у России нет дипломатических отношений. У России нет... У Тремя страны, где... Нет, нет, нет. Поэтому надо получить визу. Через МИД. Через МИД только решается, потому что нет этих дипломатических отношений, нет консульских отношений вообще. Это же в 2008 году прервалось. Сейчас идут переговоры, потихоньку есть потепление, слава богу. В основном открыты границы, то есть могут отсюда ехать и оттуда съесть визу свободно, тоже летать, автомобильным транспортом через ЛАЗ, верхний ЛАЗ приезжать. Поэтому, ну, есть потепление, я надеюсь, что это приведет к тому, что скоро, ну, в недалеком будущем и визовый режим между Россией и Грузией будет аннулирован. Ну, практики выдачи виз, вот такой массовой, в принципе, нет. 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 Могут даже приехать. Наши, вот мои родственники, я никого не приезжал, да, никто ко мне не приезжал. То есть это, и сейчас мы смогли пригласить, благодаря там очень героическим усилиям, да, Евгении, и благодаря тому, что коллектив был патриархом, Ильей благословение было получено и поддержкой, и благодаря еще департаменту по культуре Санкт-Петербурга, то есть мы получили... Ну, все механизмы были... Восемь виз, поэтому такая ситуация для музыкантов. Несмотря на эти сложности, уважаемые друзья, это немаловажный факт, все-таки мы сумели... Школа, которая находится в Павловске, школа Горчакова, которая находится в Павловске, отправить в Грузию, там практически полмесяца, да, или сколько-то дней там были. Они прошли путь по военной грузинской дороге, как раз Лермонта-Пушкин и до Еревана. Это все была специальная такая историческая дорога. И самое главное еще, то, что оттуда пригласили грузинскую школу. То есть та школа, которая там принимала грузинскую эту школу, потом эта школа Горчакова, с вами, смогла пригласить оттуда целый класс, и вот в этом году летом мы эту школу грузинскую принимали. Поэтому есть какие-то позитивы, но дай бог, что это будет, логический конец будет иметь, правильно. Позвольте вопрос еще. Вот недавно довелось быть в Италии, в городе Бари, где знаменитые русские подворья православные и так далее, вдруг встречались с грузинским ансамблем, приехавшим детским. Они там танцевали, пели, все замечательно, и я со всей простотой душевной, так сказать, я о Грузии раньше не раз бывал, подхожу к ним, к ребятам, разговариваю, спрашиваю, со всей душой. Никто по-русски ничего не понимает, как нынче в школах, в грузинских сухим языком. Есть какой-то тенденции все-таки улучшения ситуации или что вы знаете? А как вас звали? Павел. Скажите, Павел, пожалуйста. Какой он представляет? Какой он здесь? А как нынче с грузинским языком русская школа? Он здесь не нужен. Ну вот я могу сказать, что 21 век подсказывает, что нужен всем английский. Поэтому Грузия в основном, конечно, изучает английский, но могу вам сказать, в связи с тем, что есть потепление, да, русские школы же в Грузии есть. Есть, есть, есть. И не одна школа. В самом только в одной дебилисе 9 русских школ. В городе Кутаисе, откуда я родом, 3 русские школы. В Батуми, наверное, 3 точно есть, если не больше. Поэтому, поверьте, это же школы востребованные, которые сегодня... В школьное обучение ввели русский язык. Да, русский язык. И вот недавно введено уже в школе обучение, вот, конечно, я здесь, Георгий, подсказывает русского языка. Потому что это нужно, жизненно необходимо. Россиянам не нужен грузинский язык, поэтому они учат английский, немецкий, французский, китайский. Кстати. Который очень нужен россиянам. А Грузинам нужен английский, русский, немецкий, французский, ну, может, и китайский. Поэтому это, ну, как, вот, это нельзя так сказать по-политически, это надо учить русский. Ну, как нужно, понимаете? Сюда, детей сюда не пускают, школьников. И поэтому, поэтому, вот этот фестиваль как раз является тем, что мы хотим эту культуру принести, и чтобы дальше вот эти контакты углубились. Спасибо вам большое за то, что вы тут такие нападающие вопросы. Спасибо. Спасибо вам, что вы так интересуетесь. Ну, еще, вы знаете, нам же в Грузии еще известно, как всероссийская здравомость. Мне кажется, было бы логично, ну, на следующий фестиваль сделать презентацию таких прекрасных курортов, как Батуми, Кабулечи, Тикинзири. Да, да, и потому что, потому что сейчас как раз такая ситуация. Сейчас очень актуальна. Да, очень актуальна. И потом люди, это уже бренд, и у многих дети, бабушки, мамы рассказывают, как они прекрасно отдыхали на этих темноморских курортах. Поэтому я думаю, что если логично, как раз это хорошее добремя для, вот, туризма. Ну, наверное, они все, наверное, все сразу. Вы же видите, да, последние два года появились грузинские вина. Буквально полгода назад разрешили грузинскую зелень, кельцу, петрушку. Говорили, у нас же был санитарный врач, который говорил, что там все загрязнено. Вот, товарищ, там кельза была грязная, а у нас все нормально, понимаете. Про воду Боржоми, оно же появилось два года назад. Про воду Боржоми говорили, что это вообще загрязненная вода, его нельзя пить. Ну, это политика, давайте не будем, да, правильно. И поэтому мы, на самом деле, наша идея в том, что вот мы хотим, чтобы вот это все, мы в это окунулись. И дальше, поверьте мне, у меня пять внуков. Или лучше, как сказать, и дети. Поэтому я хочу, чтобы мои дети и внуки, ездя в Грузию, привозили своих сверстников сюда, и вот этот обмен был. И чтобы эти связи не потерялись. Были же очень серьезные связи. Я сказал вам, из Кутаисии, я сам вообще родом из Халтубы. Это круглогодичная здравница Халтубы. Там же Сталинские ванны ездили. Да, есть Сталинские ванны. Все, политбюро туда ездило, начинает Сталин, кончает Ельцин. Все там были. Поэтому, да, я хочу вам сказать, что сегодня вот потихоньку, это тоже в Астанарск приезжают отдыхать. Потому что, на самом деле, в свое же время напугали, что Грузию нельзя, там сразу на шашлыки режут. Не надо ездить. Сейчас приезжают, говорят, вроде ничего, и вином угощают. Поэтому с этой позиции надо подходить. Нам надо с позитива. Если мы будем сейчас... А потом Боржоми, Саирме, Пакурьяни. Сейчас Буддаурев очень серьезный горный курорт, который вот зимой очень многие приезжают на лыжах кататься. Уважаемые коллеги, может быть, на вот этой теме, да? Да, на позитиве. Давайте. Спасибо большое. Серьезно, нам очень приятно, что вот так Питер интересуется, петербургцы. Я 40 лет живу в Санкт-Петербурге, с 75-го года. Мне очень приятно, что этот город всегда есть толерантным, прекрасным. И нам, грузинам, тут очень... Знаете, я всегда говорю, что когда приезжаю я в Грузию, я чувствую, что я приехал к себе на родину. Но когда я возвращаюсь в Ленинград, в Санкт-Петербург, я чувствую, что я приезжаю домой. Поэтому, дай Бог, что эти чувства у нас всегда были. Спасибо вам большое.